Представители общественной организации «Народоконтроль» сегодня проводят мониторинг совместно с депутатами экономистической партии Российской Федерации в Редицком городском округе. Именно проверяют качество выполненных работ муниципальным казенным учреждением управления городского хозяйства, в котором был проведен электронный аукцион на выполнение капитального ремонта улицы Карла Липкета на участке от улицы Чернышевского до улицы Спортивная в городе Редак. Она должна якобы по проекту вот через эти стоки попадать в канаву, ну и соответственно уходить. Все дворы затоплены у нас в городе. Все абсолютно. Я вкратце даже сейчас вам... Ну вот здесь не видно, куда вот девается вода, как она вскапливается, как она сливается, есть ли тут вообще слив. Но судя по конфигурации данной канавы, мы видим, что выполнена так для красоты, но не для дела и для эффектов. Потому что вода, если накапливается, она вываливается через край, получается, идет ссой на дорогу и, соответственно, создает дискомфорт воителям, автолюбителям. Да, также она скапливается и уходит отсюда, получается, во дворы, на газоны, на тротуары. И пешеходы, проходя этот участок тротуарный, вынуждены идти по лужам и пачкать свою обувь, одежду. В результате проведенного электронного аукциона между МКУ, УГХ, это муниципальные казенные учреждения, управление красным хозяйством и Уралдуастрой, был заключен муниципальный контракт от 1 октября 2019 года. Значит, в соответствии с этими условиями, условия контракта, было несколько этапов проведения этих работ. Но, однако, про эти этапы постоянно двигались на более поздние сроки, заключались дополнительные соглашения, нарушались сроки проведения самих работ, сроки проведения расчетов. И все эти действия проводились в длительный период времени, однако, как выяснилось, качество работ, проведенных этой организацией, желает быть лучшего. То есть, работы проводились, получается, в прошлом году, да, буквально, а у нас уже, смотрите, вот уже конструкция бордюра уже разрушена. Да, вот у нас кусочек, буквально, вот от холода. И качество, да, вот этих бетонных конструкций желает быть лучшего, да, то есть, откуда этот, какой завод изготавливал эти конструкции? Пять лет. То есть, по сути, тогда, получается, подрядчик должен, что-то заходить. Да, переделают. Но подрядчика я тоже вопрос задавал. Видно, вот, скопление грязи, это засор. Здесь вода протекает, практически не протекает, можно сказать. Здесь вода полностью забитая. Невольно возникает вопрос, правильно ли, в соответствии с закономом, были ли, были использованы бюджетные средства. Здесь, возможно, есть фактор нецелевого использования бюджетных средств. Изначально сумма контракта составляла 144 миллиона 661 тысячи пятьсот двадцать рублей. Потом, вследствие заключения дом-саклашения, вследствие проведения работы, сумма выросла до 150 миллионов. Стоится вопрос, вся ли сумма была использована? Каким образом проводилась проверка расходования денежных средств? На усиленных ливневых потоках вода выливается через край, опять на лужи, во дворы, на газоны. Вот, видим, как у нас проводились эти работы. Буквально прошло, можно сказать, восемь месяцев. И у нас здесь торчат вот эти вот арматурины. Вот видите, вот она получается торчит. То есть целостность конструкции тоже разрушается. Вот видно, что она изготовлена некачественной. Материалы, которые здесь используются, возможно, выполнены не в соответствии с ГОСТами. В этих материалах жало быть лучшего. Так, здесь вот ближе у нас к перекрестку по этой же улице. Тут улица Максима Горького, улица Карла Липнихта. И на этом участке тоже у нас, вот видите, скопление грязи. Старо-бетонные плиты стоят, вот ничего не доделано. И вот условия контракта выполнены, не выполнены. Видно, что они не выполнены. Что этот участок дороги, этот участок тротуара, они должны были или переделать, или демонтировать эти конструкции. Вот эти вот бетонные плиты. Работы приняты, документы подписаны, но ничего не доделано. Значит, канавка у нас идет дальше после дома номер 39. Вот она проходит вдоль улицы. Здесь у нас заканчивается вся эта работа. То есть просто вырота яма, здесь ничего не сделано. Работа принята и деньги оплачены. Да, вот улица Спартака. Дальше, как мы видим, это все уходит в детский сад с левой стороны. Здесь мы видим, что идет наклон, то есть левая часть у нас идет в возвышенности, а правая часть у нас снижена. То есть вот наклон, и вся эта водная масса у нас стекается прямо в эту местность, и идет прямо в детский сад, а там дети. Да, по тротуару люди идут, пешеходам создают дискомфорт, то есть здесь люди перенегаются. Это они, можно сказать, идут по воде, получая как бы пленое неудобство, да. Этот участок земли, она не доведена до ума. Все бросили, как есть, и оставили, и на этом все у нас закончилось. Вот видим, что у нас происходит после дождя. Вот вид с другой стороны по улице Спартака, да. Вот это все, масса стекает сюда. Вот видно, что до сих пор этот газон влажный, грязь и мусор скапливается, бутылки валяются, жители, соответственно, терпит такой бардак. Детский садик, который находится на улице Спартака, видим, в каком он лаклоне, даже забор у нас искривлен, возможно, это из-за больших потоков воды. Здесь идет прямо такой скат, и все это получается, вся вода, вся эта масса у нас идет на территории, на площадке детского садика. Вот двор дома номер 35 по улице Спартака. Вот видим у нас, как это все выглядит. Лужи, ямы. Это благоустроен двор, да, ржавая площадка, полностью ржавые эти детские игровые площадки, лестницы, горочки такие маленькие, все в траве, все в ржавчине. Как вот тут можно, как-то можно развлекаться? Никак абсолютно. Субтитры сделал DimaTorzok